Так, всем привет, друзья, с вами Manel Vagor и сейчас я вам расскажу чуть-чуть о том, как изменить язык в игре X4 Foundations, особенно вот сейчас вышло последнее, ну как, оно уже давно вышло, я его только скачал, обновление 5.10. Скачал я его, установил игрушку, открываю, а тут все на английском языке. К сожалению, в менюшке здесь в настройках нигде нету никакой возможности сменить этот язык, но сменить язык можно. Как это делать? Расскажу все сейчас поподробнее, кто сталкивается с этой проблемой, все можно изменить без проблем. Для начала, что мы делаем, это заходим, ну в принципе вы можете не заходить, это зашел я, зашел в Википедию и посмотрел, какие языки интерфейса поддерживаются этой игрой. Английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, бразильский, бла-бла-бла и поехали дальше. Что мы делаем далее? Все очень просто, для того, чтобы изменить язык, нам надо посмотреть код страны. То есть тот же код страны, к примеру, тот, что у вас в начале телефона, мобильных операторов и так далее. Заходим, вот я нашел такой вот сайтик, в принципе, информации ВАЛА. И, к примеру, нам нужно русский язык. К примеру, русский язык мы находим букву R. Россия плюс 7. Вот есть цифра, то есть сам код этой страны. Допустим, какой там еще был язык? Франция, да? Франция плюс 33. Что мы делаем дальше? Мы запоминаем эту цифру и идем в саму папку корневую с игрой. Заходим в папку с игрой и у нас тут есть очень много разных файлов, бла-бла-бла. Нас это не интересует. Нас интересует файл language. Он находится в конце или, как здесь указано сокращенно, lang. Это и есть тот файлик, который нам нужен. Мы его открываем и здесь видим цифру. Вот, в принципе, цифра 7. Это код страны Россия. Как вы помните, я только что об этом говорил, в табличке показывал. Здесь уже у меня стоит семерка. То есть я уже поменял, у меня язык поменялся. Вы здесь пишете, ну или семерку, или тот язык, тот код, который вам нужен. К примеру, вот Франция 33, я там, помню, смотрел. Закрываем окно и нажимаем сохранить все. Или просто сохранить, смотря какой программой вы это все дело открываете. И все, запускаете после этого игру. Так можно менять абсолютно любой язык, абсолютно любое количество раз. Просто единственное, что вам придется перезагружать саму игру. Это довольно-таки долго. Потому что, ну, так устроено. Вот, как вы видите, у нас французский язык. То есть я поставил цифры 33. Это код Франции. И, собственно, вот у меня стал французский язык. Так вы можете менять на любой. На китайский, на русский, какой вам угодно. То есть, единственное, что смотрите, код самой страны. Для русского языка вам нужна семерка. Напоминаю вам. По умолчанию стоит английский язык. Это код Великобритании. Это 44. Имейте ввиду. Меняете, сохраняете, запускаете игрушку. И у вас будет уже сменен язык. Но, самая главная проблема. 4 месяца назад я выпускал видео о том, что не стоит качать это обновление. Сейчас я попробую его скачать. Думаю, может уже. Ее нормально допилили, доделали. Нет. Озвучки русской нету. Соответственно, вам надо будет все время читать эти километры субтитров. И вместо того, чтобы погружаться в игру, вы только то и делаете, что успеваете читать эти субтитры, абсолютно пропуская весь сюжет. Потому что, ну, их еще тоже надо быстро читать. Потому что их очень много. И попробую это все сделать. Плюс еще и мелкий шрифт. Вот такие вот дела. В принципе, я игрушку удаляю. А кто все-таки решится играть. Контента нового очень много. Очень вроде классно. Все круто. Но играть пока что я не советую снова-таки. Тут уже смотрите сами. Я пока что играть не буду. А на сегодня все. С вами был Манил Вагор. Ставь лайк. Подписывайся. Всем счастливо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.